Дочка Ксюша уезжает в Венгрию. Был в АТО, уже дома. Служил он в Луганской области, это Старобельск. Он начал из Старобельска, и там вот поселки, они освобождали, воевали там. Ну, он был комиссован, и уже с августа прошлого года он дома. У него ухудшилось состояние здоровья, поднялось давление, увеличился сахар, и он был на грани комы, поэтому его комиссовали. Он был в госпитале, почти месяц он был в госпитале в Харькове. Потом он проходил реабилитацию, и сейчас он в санатории. Здоровье, конечно, подорвано, но ничего, все нормально, возвращается к нормальной мирной жизни. Конечно, очень переживали, в основном, когда не было связи с ним, конечно, переживали. Ну, а потом связь уже наладилась, и он вернулся домой. Конечно, радости было очень и очень много. Видела, как дочь переживает, она не смотрела телевизор, она переживала, постоянно звонила. Ну, так вот, я думаю, какая-то немножечко моральная компенсация есть в этом. Спасибо всем организаторам за этот такой тур, большое спасибо. Скучала, страшно было, что там, ну, как бы, переживания. Конечно, хотелось, чтобы он возвращался домой. Хочется, ну, не знаю, больше узнать, как бы, мир. Больше хотелось бы посмотреть природу, природу этой страны. Продолжение следует... События, конечно, радостные. Мы очень благодарны и Харьковской администрации, и всем, кто организовал, и волонтерам, которые занимаются детками. Мы очень рады, что есть такая возможность ребенку ехать за границу. Радостно, трепетно, очень волнительно, переживаем, конечно, как это все будет проходить. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Сегодня 10 человек, детей участников АТО, погибших АТО, отправляются в Венгрию на отдых. Хочу сказать, что благодаря губернатору Харьковской области Игорь Львовичу Райнину, его стараниям, администрация областная старает сделать максимум для социальной поддержки участников АТО, в том числе их семей и их детей. И вот сегодня на прошлой неделе, вы помните, в Румынию уехали дети, сегодня дети отправляются в Венгрию. Безусловно, это и усилия волонтерских организаций, наших партнеров в Венгрии, поэтому целую неделю дети смогут провести на берегу прекрасного озера в молодежном лагере. Четырехразовое питание, прекрасная, скажем так, природа, обстановка, различные волонтеры, различные встречи, общение с венгерскими сверстниками. Я думаю, что это будет маленький кусочек, но тем не менее радость и подарок нашим детям. Экскурсии, безусловно, будут, к сожалению, не так много времени будет, чтобы посмотреть всю Венгрию, но где-то неподалеку будет, безусловно, экскурсия. И самое, что интересно, ну, как я считаю, это общение со своими венгерскими сверстниками. Я думаю, что будет дружба, завяжется определенная, которая, может быть, продлится еще некоторое время после общения в Венгрии. Ну и что еще хотелось отметить, это шанс нашим ребятам, а ребята у нас очень разных и многих районов области, это и Сахновщинский, и Купенский, и Валковский, и Хайковский, и Дергачевский, они смогут увидеть маленький кусочек Европы, чтобы понять, к чему мы стремимся и чего мы хотим достичь. Игорь Львовичем Раненом, Юлия Александровичем Светличной, были презентованы общественности образовательные реформы региональные, одна из которых, это действительно воспитательная работа с нашими детьми, учащимися и детских садов и школьников. И вот сегодня это как раз один из элементов того, что мы реализуем. Озеро Веленцы, да, это молодожный лагерь для детей и молодежи. От 8 до 14 лет, это то, что нам, скажем так, предоставила венгерская сторона. Эти были договоренности, Игорь Львович Ранен встречался с международными делегациями, и Румыния, и Чехия, и Венгрия, и послы их приезжали к нам, и были достигнуты договоренности об оздоровлении наших детей. К сожалению, мы столкнулись с такой ситуацией, что очень многие родители просто побоялись отпускать своих детей первый раз за границу, потому что многие из них не были до этого за пределами нашей страны, поэтому действительно были некоторые волнения и переживания. Поэтому мы постоянно меняли состав делегации, но вот как бы вот уже есть. Поэтому возможности еще есть, будем смотреть, заниматься с нашими партнерами. Но мы не забываем, что 1 сентября начального учебного года, и, к сожалению, учебный процесс это уже, скажем так, та часть, во время которой мы не можем отправлять наших детей. Ну, думаю, что будут осенние каникулы, будут зимние каникулы, весенние, мы продолжим эту работу. Нас вкусно накормили, все детки очень хорошие, общительные. За границей я не была, но я хочу, чтобы все было очень хорошо, чтобы мы все сдружились очень хорошо и общались после этой поездки. Ну, я думаю, будет весело. Внимание! Субтитры создавал DimaTorzok